То есть анализа не будет? Анализа не будет. Я на консультанте анализирую. Пять карт от NIP. 20% винрейта против 71% винрейта за 8 карт, которые были сыграны лошадками. Или 7 карт, если более точно. Анатолий, давайте к вам, потому что у нас есть пацан, который вообще не реанализирует ничего в жизни. Ну, мы посмотрели сегодня оверпассу, ликвид против Vanguard. Они выиграли, и там была, в принципе, игра. Я думаю, они могли прибавить в любой момент, они это и сделали. Ну, там же первый момент был какой-то, да? Ну, они проигрывали 12-9. Я говорю, они могли прибавить в любой момент. Они это сделали, когда вот они примерно поняли, что наступил эпический момент, и надо уже вытаскивать. В той игре я точно видел, что не выделялся Лидж, который очень хорошо настреливает, и который должен выделяться. И вот его не было. То есть он там настрелял свои 17 фрагов, но это не его максимум, в отличие от других тиммейтов. Круто отыграл NAV. Этот турнир вообще тащит команду, я считаю. Последние турниры даже, по-моему. Да, даже Best of 3 против Astralis NAV там очень классно отыгрывал. И мне кажется вообще, что Overpass это будет, это самая сильная карта сейчас, и самая сильная у ликвидов. И то, что Vanguard взяли 12 раундов, это мы только увидели после заслуга Vanguard, который на этой же карте выиграли у NRG. Но там тоже видишь небольшим камбэком. Да, а в плане того, что как NAP играет в Верпасс, это вообще непонятно, почему они допикали из Верпасса. Ну, у них неплохое, но не так, чтобы прям вау и супер. Очень классно то, что Liquid убрали нюк, на котором они умеют играть и который без проблем могли сыграть. Решили избавиться от лишних проблем. Это просто они, называется, перепикали соперника. Как много людей на сцене. The Ninjas in Pyjamas. Кстати, говорили, по-моему, анонсировали сами ESL у себя в твиттере, что это не окончательный вариант именно сцены. Ну, понятное дело. Как-то не очень, если бы была такая сцена наплывала. Даже, чтобы ты понимал, будет еще очень большой перерыв между нашей частью групповой. Там три дня, если я ошибаюсь. Три дня это очень много. Ну, то есть я видел, например, как Epicenter строится, да, день за дня. И я понимаю, что три дня это уже очень много, если взять, что у них основные леса построены. И основания уже есть. Там, в принципе, дальше со светом добавить. И ясное дело, сцена еще будет. Будет конфетка. Тут, видите, уже даже экран большая есть. Это очень ярко. Слушайте, ну вот не знаю, согласитесь или нет, но если NAP все-таки допикались до карты Overpass, значит, что-то есть у них на команде Liquid. Ну, вот хочется, по крайней мере, в это верить. Зуб есть, но проверять мы его, конечно, не будем. Да, ну, потому что я не знаю. Они играли в Катойце в прошлом году. Там же, в 2018-м, Overpass. И вот проиграли 16-13 всего, как бы. Ну, опять же, близко, но это никак не оправдывает. Не, ну, сегодня так же Energy, знаешь, где катки, типа, камбетчери-камбетчери, в итоге не смогли потащить. А наши... Чатки, кстати, тоже довольно... Работяги в чате, да, 61-40? Работяги верят. Я думал, он сейчас будет больше перевез. 75-25. Просто NAP ближе к нам, ну, европейцы, особенно... NAP ближе к нам. Подождите, смотри, будем честны, давай вот так вот. Америка подойдет. У NAP есть вот эта вот самая легендарность, вот эта там Гитрайс. Да, да, да. С детства за Go Ninjas. С детства, да, за Go Ninjas. Но у Liquid есть одна большая, большая плюс для СНГ. У них играл Simple, и с того момента Liquid стали достаточно известными для нас парнями. Тем временем коэффициенты от пари матч, 1-42, 2-75. По делу. Картинка смешная, ситуация страшная. Наш партнер вроде предлагает достаточно... Симпатичный коэффициент. Нет, нет, я имею ввиду, полностью справедливо, потому что да, есть вот типа парни, которые могут, точнее могут, а есть парни, которые хотят, но скорее всего... Вся проблема в том, что они непонятные. Они могут отыграть круто-классно, и может Forrest включиться, и команда будет вся играть хорошо. То есть, если у них включается Forrest, то все круто. Твой предикшн? Лошадки. Лошадки? Лошадки? Лошадки. Лошадки. Ладно, ты предал. Друзья, я тоже за лошадок. Тут все очень просто. Отправляюсь к нашим комментаторам. Сегодня для вас будут работать все еще те же самые Мингат и Sleep Some Wild. Я, честно говоря, желаю вам удачи, потому что я знаю, что было тяжело в предыдущей карте. Было очень много и было очень жестко. Да самое то, Дима, прям пау-пау-пау. Еще такую давайте, завозите. Правда, тут с оверпасом у меня единственная проблема. С балконами тут проблема, но вот B-балкон есть, посмотрим. Может быть, и там получится. Сегодня с вами все еще Мингат, с вами все еще Sleep Some Wild, дорогие друзья. Добрый вечер. Добрый вечер. Ночью уже. Да, уже ночью. Мы безумно рады вас видеть. Трансляция идет, по-моему, сколько там у нас часов? Ну, с трех часов. С трех часов началась уже почти 11 часов. Почти 11 часов, да, достаточно длительный. Первый день. В итоге 16 best of one. В принципе, вообще на обоих каналах. Жестякота еще. И давайте смотреть. Liquid против Ninjas and Pyjamas. Пожалуй, Liquid действительно являются здесь фаворитами. Но обсудим это, возможно, позже. Подожди, тут Dual Beret для Nitro. Думаешь, работают? Я думаю, что да. У нас есть специальные такие бумажечки, где мы зачеркиваем. В Bingo можно, да, Dual Beret Kill записать. Но я пока не спешил, потому что, если честно, на New Challenger стадиях, а Team Spirit, по-моему, да, было? На Nuke. По-моему, не работало. Но, может быть, у Nitro, скажем так, получится лучше. Ну, вообще довольно редкий пистолет. Пистолеты. Если уж так говорить, 500 долларов стоит. 400 уже, 400 долларов они стоят. Немножечко понизили им цену, но все равно популярности они себе не приобрели. У Нипов имеется 4 граната, это 2 смока молотов и также флешка. Ну, и 2 смока имеется у Team Liquid. Форест выходит уже довольно далеко на банан. Nitro, да, убивает Денниса с Dual Beret. Пожалуйста, вот вам этот килл. На флай. Минусует еще и Форест. Рез Лекро и Гитрайт остаются втроем. Забегает, конечно, на B. Совершенно стандартный сплит. Лекро погибает уже на болотах. Гитрайт, рез. Что по позициям там? Малый пески. Да, Рез все-таки справляется с оппонентом. Берет юсп руки. Есть варианты, возможно, еще в головушку кому-нибудь поставить. Джонатан. Яблоновский. Все-таки бегает Гитрайта. И падает рез. 3 кило с Dual Beret. 3 кило. По-моему, это совсем больше, чем 1. Это вообще больше, чем за сегодняшний день с Dual Beret. Ну, хотя, возможно, были еще на параллельных матчах с Dual Beret. Вот насчет Astralis и Cloud9 у меня вопрос. Мне кажется, они бегали совсем. Может быть, там залетело с учетом счета. То есть, может, я не подумал. Ладно, купим нам Dual Beret. От наших партнеров при матч, дорогие друзья, коэффициенты на ваших экранах. Liquid 1.37. И, соответственно, 2.95 на команду NIP. Ну, не меняется особый коэффициент, учитывая то, что Team Liquid взяли 5 лет на раунд. Это вполне логично. За дефенс хорошая работа была приведена лошадками. И посмотрим, чем ответит NIP. Пока мы видим только 5 голоков. Ничего более. Хэшка залетает на детскую площадку. Но все игроки к атаке мчатся. Фармилова для нитро убивает только двоих, но дарит фармилку оппонента. Правда, лично приходят в спину и просто всех казнят, кто пытался пробежать. Лекра, он может успеть поставить бомбу на машину. На машину. На камаз, на камаз. Ставить, 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 вбивает кост. Слушайте, поставил. Теперь можно отлетать. Все в порядке. Ну, это было круто, учитывая, что он оставался с глаком один из четыре. Один, три хп. С тремя хп этот герой, который спас немножечко положение команды на пить. Теперь будет побольше раскидочки. Это по факту отличное решение в очень стрессовой боевой ситуации, где у тебя вообще нет времени на принятие оного. То есть ты не можешь думать. Но при этом он прям вот максимально идеально, по максимально идеальной траектории вышел, и пошел, и поставил, и вот секунду в секунду буквально уже получилось, потому что его моментально убили сразу после. Там из хп уже был человек, но то, что он принял такое решение и не побоялся. У него, наверное, варианта другого не было, как добежать до плентая, попробовать эту самую бомбу воткнуть. Поскольку у тебя двое за спиной, вполне возможно была информация еще по позициям, которые использовали игроки команды Liquid. Но сейчас мы видим хорошую раскидку, довольно хороший раскидку. Второй армор, еще денег оставляет себе NAB. То есть закупать гранд не полностью, и на руках у них по тысяче. Это такой поцейф на... Вдруг проиграем. В этом раунде у нас уже будет 2900. Плюссуем к этому 1100, и мы получаем с тобой калашников, второй армор, и минус экономика для Liquid, если получится убрать большинство игроков Северной Америки. QE в опорной позиции под монстр. Да, может с ним сработать. Главное вовремя. Флешки тут очень-очень тяжелые. Истюе уйдет ли? Да, теряет половину хп. Спасает свою жизнь. Истюе окей. Минусует только Гитрайтер, если отвечает по Стюе. Свист. Но здесь вообще-то большие вопросы на самом деле. Команда Team Liquid все-таки решила немножко послевить с девайсами, и мы видим, здесь с фармганами они пытаются работать. Свист все-таки крадет девайс. Довольно сильный этак. 47. На флай. Ильиш справляются. Лекар отвечает по Ильишу. И сносит голову еще на флай. И заканчивает этот раунд. Да, твист нашел для себя последнюю жертву. 3-0. Опять же, неплохо поработали по экономике команды Liquid. И, как я уже говорил, даже без поставленной бомбы Нипы позволит себе вполне возможно закупиться еще разочек. Тем более, Лекар нафармил. Ну, как нафармил. Набил два фрага и запасся еще сверху шестью сотнями долларов. Да, мы видим калаши. Еще одна попытка будет для NIP разрулить данную ситуацию для себя. И поскольку, как мы уже говорили, Liquid'ы закупались каждый раунд по 2-3 девайса, деньги остаются только у Свиста. Не более того. Да, тут сложно, конечно, все. Три Ауга, плюс калаш и АВП у команды Liquid. У них-то все в порядке. На последние деньги боят команды NIP. На четвертом раунде первой половины. И здесь у Киндерша Плеплаца ребята собрались. Но пока вперед особо никуда не идут. Деннис, возможно, прыгнет, посмотрит, если кто-нибудь на шарах. На шарах вроде никого нет. Ну, а теперь можно медленно разыграть. Времени еще целый вагон. И там у нас пошла подсадочка, чтобы просмотреть позиции игроков команды Liquid на банане. И, возможно, где-то в туалетах. Но никого не замечают. Liquid'ы играют довольно закрыто. Хотя мы видим поджим Ланга в исполнении одного из игроков Liquid'а. Как раз таки NAF Fly. И на него сейчас, наверное, придет выход. Но NAF, по всей видимости, может сбыть. Еще информацию по бомбе дать. Слышит перемещение игроков команды NIP Forest. 3 хп остается у него после контакта. Выход на NAF. NAF справляется и, вполне возможно, даже уйдет и не будет стреляться дальше. Слышит, да. Отличная работа от игрока команды Liquid. Не стал сражаться дальше. 3 фрагер, потенциальный-люркер под катушками у команды NIP под B. Вот у меня все еще вопрос. Этот люркер там будет шуметь? Или все-таки ребята пойдут под B? Потому что лекарь уже находится в Underpass подведи. У болота. Да, ребята перемещаются под B. Соответственно, Get Right, да. Тот самый будет уже работать вместе со своей командой. Всем скопом они уже будут атаковать этот самый B-Plant. Может быть, там подсадка еще на перила будет, на B. Вот, мне интересно будет или нет. А, Стюй уже заметил оппонента. Флешку от Филлера соответственно откидывает тебе. Но все равно падает от Денниса. Рез проходится по твисту. Тричалок остается у команды Liquid. NAF пытается вправиться над теми подряд. Кит Маркович падает. Ильич забивает одного. Второго туда же. Форест 3 хп. Последний остается. И для него это 1-2. Ну, Форест тащил подобные ситуации сегодня. Но, по-моему, Boost не дочекает как раз-таки рукозабочками. И Фореста 3 хп. Напомним, это очень мало. Но хэдшот или убийство красного и хэдшот может решить исход Ильич. Но второго, конечно, не подозреваешь, что он там. Он не видел сам буста. Четвертый раунд для Team Liquid. Но по-прежнему возможность для NAF закупаться. Поскольку 4 раунда подряд это уже. С новой экономикой. 3400 плюс 800-4200. Какие-то сделанные фраги. И у тебя на руках уже под 5 косарей. Да. Ну, этот из-за проигранного пистолетного. Как же со второго начинаем. Итого 3400. Да, ты все правильно посчитал. На руки. Поэтому, конечно, будет бай у команды NIP. Вообще, по поводу команды NIP. Видно, что есть, скажем так, некоторые вроде дефолтные, нестандартные идеи. То есть, мы видели их уже там 350 тысяч раз. Но при этом это действительно может работать. То есть, на катушках у них есть гитрайт. Они не забывают про один из пунктов. Да, если даже тусуются, скажем так, на другом. То есть, с точки зрения стратегической и тактической, у NIP плюс-минус все, ну, более-менее в порядке. По поводу стрельбы и вот уже позиционной войны против Liquid. Тут очень много всего проигрывается, если честно. Но мы все равно видим напряжение в данном матче. По крайней мере, экономическое. Если данный раунд проиграет Team Liquid каким-то образом, то у них у самих денег не будет. Только то, что засейвит, если допустит эта команда NIP. Уже Стюйтуке находится Гетрайт и Кристофер Алисун. В этом сражении, в этом конкретном раунде команде NIP не поможет. Но еще есть четыре бойца. При том, что Гетрайт не выделяется особо у нас от матча к матчу. Какими-то суперспособностями свои фраги, конечно, делает. Но все же, Кири, это Рез и Форест. Кстати говоря, о компании NIP не так много остается раскида. Буквально флешки за смоки, ничего более для того, чтобы зайти на один из плентов. Этого вполне может хватить. Элитш вместе с тиммейтом уже зажали лонг. И пройти эту позицию будет крайне сложно. И вряд ли NIP будут ждать двух игроков с планга. Это огромный плюс для Team Liquid. Так, жмут бананы, ребята, из команды NIP. Особо не спешат. То есть жмут, скажем так, в спокойной манере. Но Кит Маркович врывается в стройку. Здесь с мусорки просто снимает Форест. Насколько простреливает самый выход с банана на плент. Еще один килл от наплая. Джонатон закрывает это сзади. Он же и лишь опять же и лишь опять даблкил. И, в общем-то, раунд, на самом деле, довольно быстро кончается здесь. Итого 5-3 для команды Liquid. Они, правда, бомберы зафюзят. То есть они особо не спешат. Так, кстати, сохраняют все свои жизни. И это дефюз раунд. То бишь, 3 500 на руки каждому. Это довольно сильное укрепление экономики за КТ. Да, ну и мы снова видим 4000 и более для NAP. Первая пауза пошла для шведов. И нужно подумать, что же идет не так. Почему не получается вот эти защитные редукты просто пройти. Как нужно действовать сейчас? Какую тактику применить? Возможно, похолодить и попробовать сыграть более медленно и уже в последних таймингах, как команда Flipside показывала ранее. А может быть, наоборот, сыграть быстро. Какой-то, знаешь, такой банальный выход на B-плэн через смок, флешку, монстр. Залететь и попробовать просто разломать лица. Особо не придумывать и попробовать там. Может быть, быстрый раунд реально въедет. Но если делать на B, то стандартный молик на бочке можно закрыть у столба себя смоком. Допустим, две флешки, а лучше три. Две флешки в тайминг под досочку выходящего, точнее опорника под монстр, и третью флешку его в тайминг. То есть вот под B, например, какая-нибудь такая идея, плюс-минус этого даже, возможно, хватит. То есть я буквально сейчас рассказал, смок, молик, три флешки, да? Не очень дорого. А будет два молика, можно было попробовать закинуть, ну, во-первых, выманить гранаты, какой-то смок даже. Один на бочке молотов выманить смок. Вполне возможно, у тиммейта бы не было смока, потому что он закрывал либо зигзаг, либо то же самое монстр. И потом вторым моликом выгнать и на воде, и на бочках, просто закинуть смок на плент и попробовать эту бомбу поставить, разыграть от поставленного плента. Нитро погибает уже тем временем, фраг достается Деннису. Вот он первый быстрый фраг и... На ланге, третье Нитро, да, здесь падает этот игрок, и Лис вообще тоже падает от Денниса. Жесткий Деннис, рез включается в игру, на флай, погибает, все, два человека остается у на IP. Они просто перестреляли поджимающих, по сути, игроков команды Team Liquid и тех игроков, которые решили дочекать. А чё там такое интересное происходит вообще? А чё мы там умираем? Что вообще, да? И как? Оказалось, что там заряженный на стрельбой на IP, причем моментально, да, сносит голову и сносит лица. По поводу твиста, ну, знает уже позицию, все-таки минусует твист реза, что уже, конечно, не плохо для него. Понимаешь, что за КамАЗом может быть оппонент. Ну, понятно, что твисту, если честно, очень тяжело здесь работать. То есть, наверное, надо даже сэвить и уходить. То есть, я на вороте снял, ну и ладно. Ну, если бы Стюи был чуть-чуть порасторопнее или... Ну, я так понимаю, что он ждал лиркующих под базой Б, поэтому особо не торопился оттуда уходить. И только сейчас твистцам, понимаешь, нужно сэвить. Деньги вроде бы есть на бай. Для Team Liquid вполне возможно даже хватит на снайперскую винтовку. Стюи эту кейс, может, ровно, да, на девайс. И, ну, смотрится, опять же, байраунд для жутких хорошо. Но, если на IP берут эспекту ровно подряд, то это уже смотрится как какая-то борьба. Ну, хотя бы единичка есть, у нас не будет 16-0. Хотя на такой матч мы вряд ли бы были подготовлены, да. Не, если честно, 16-0 вообще не хотелось бы. Даже в прошлом матче Astralis-C9, если честно, тоже не хотелось бы. Не хотелось бы, но... 16-0 это курьезно с точки зрения счета, то есть это еще в копилку вот карт 16-0. Да, и я сразу вспоминаю... И плюс статистика тренера за диффенс. Я сразу вспоминаю North Astralis в пользу North 16-0 на The Dust. То есть обратная там история. И это не совсем интересно с точки зрения разбора и вообще Counter-Strike. То есть ты просто как бы, ну, грубо говоря, смотришь, если зритель, да, или комментируешь просто 16 раундов, которые просто в салатину там крошилово происходят. Никакой ни борьбы, как бы ни морально-волевых каких-то вещей, не за что зацепиться и так далее. В общем, очень грустно. Потому что на легендарной стадии, если честно, все-таки такие игры присутствуют. Но L-Система, вот таковой посев. То есть сильный со слабыми и ровно до серединки с обеих сторон. Снизу, сверху списка имеется в виду, да. Вот так вот это все двигается. Поэтому, видимо, и не удивительно. Первый раунд. NIP взяли. Вопрос по поводу второго. Ну, тут он очень важен для NIP, чтобы лошадки нас не вскакали очень далеко вперед. Все-таки в этом матче, да, явно фаворит команда Liquid, но не как в матче Astralis-Call, так точно. Твист. Подождал флешку, не привело лицом. Твист все-таки погибает от Фореста. На размен тиммейт не вышел, просто ждет на лонге. Ну и вряд ли вообще NAF ждут в этой позиции. Хотя на NIP могут догадываться, что вряд ли игрок просто пошел один и пытался поймать в тайминге неудобные позиции NIP. Поэтому на лонг они пока не идут, а тут еще один тиммейт. И по факту у нас B-база прикрывается только одним товарищем. И, может быть, быстрая перетяжка от тиммейта. Тем более, что мы знаем с АПЛЕНТа на B, намного быстрая перетяжка, можно выйти на девятку. И успеть к тому, как оппонент будет выходя из монстра пробираться в АПЛЕНТ, либо же за АПЛЕНТ. Широко стоит команда Liquid. Не совсем, возможно, нравится в том плане то, что отлетали уже так широко достоявшись. Нитро, правда, Реза, конечно, забивает. Это около АПЛЕНТа было сделано. И вот он Сьюи. И вот он один. И вот у него АВП. Она, конечно, красивая. Это Dragon Lore. Хотя Сьюи, слушай, пытается... Нет, все отлетают от Лекра. Его просто зажали с другой стороны. Бомба будет поставлена на данных последних секундах. При этом NIP все равно будут успевать. И вот это вот широкое стоялое от команды Liquid. Как ретейкать-то в итоге? А вот если NAV делает свой фраг, тем более, что, по-моему, его не спалили. И опять у нас буст с хелпы, который, опять же, не приносит эту информацию. Хотя нет, приносит. Но это фраг по Элиджу. Есть фраг с АВП по NAV. Остается последний нитр, которым нужно свой калашник сейвить. Потому что шансов нет. Ни смока, ни тиммейтов, ни денег, что немаловажно. И NIP постепенно, постепенно могут вернуться на атаку, на оверпассе. И вообще добить половину до какого-то, ну, приемлемого счета. Хотя бы шесть раундов. Это уже будет хорошо. Потому что на диффансе обе команды, ну, довольно крутые. Надо Аликвитом собираться с точки зрения своей защиты. Понятно, что они вот так вот, скажем так, несколько раундов, как минимум 3-4, понараскатывали. Кстати, коэффициент от нашего партнера при матче, дорогие друзья, на победителя матч 1-31 за Аликвит и 3-25 на команду NIP. Ну, он так чуть гуляет от того, как... Не очень сильно для фаворита. Ну, я думаю, что даже будет счет 5-5. И 5 уже будет на атаке у NIP. И все равно будет коэффициент в пользу. 1-40, 1-50 какой-нибудь, да. До сих пор, если честно, все так. Мне очень нравится от команды Ликвид вот история защиты. То есть катали-катали оппонентов, выходили на очные дуэли. Вроде все получалось, но уже NIP сами начали включаться. Опять же, механически, в первую очередь. То, что Денис там просто осмотрит лица моментально, да. Срезом вообще без шансов. И вот это вот широкая защита. То есть сначала один отлетает опорник, который вообще-то поджимальщик, а не опорник по сути планта. Потом второй полуподжимальщик уже в полупозиции, в субпозиции, да. С которой он как раз, например, на планте отходит, но он не успевает, потому что он слишком далеко все равно. И потом третий на планте, например, один на денешине какой-нибудь отлетает. Пытаются затыкать ребята из команды Liquid в интерпассе оппонента. Затыкали. Да, вдвоем вышли на размен, смогли реализовать тот самый Калашников. Но это по-прежнему два Юспа и Диггл безарморные. И как ни крути. Там какая-то 2-дашечка мы видим еще. Это, кстати, где у нас вообще? Это, ага, на дуге это все дело реализовано. Но это может сработать, учитывая, что эта позиция не часто используется. Форест может и не ожидать, хотя опытнейший Патрик тут, конечно. Ну, пистолеты. И здравствуйте. Вау. Огрызнулся Форест и попал по голове. А кто там был вообще что? Я даже не заметил. Еще пошел один. Круг нажал и оно куда-то само полетит. Нитро! Закрывает двоих! И остается один. Как же для Нитро неприятно получилось. Какая же классная позиция на самом деле. Все-таки Калаш в этом раунде работает. Но... Киты есть, можно попробовать. Тем более, что деньги будут в следующем раунде. Но тут снайперская винтовка оттенится. Но два на одного очень тяжелая ситуация. Хотя по таймингу вообще-то может против снайпера угадать. Там еще и Молик есть. Это может реально сработать. Слушай, слушай, если против снайпера угадает, то может быть и Райфли разоберет, но слишком сложно. Угадывает против снайпера и вот теперь становится интересно... Молик на хелпу и погнали! тёх-тёх-тёх-тёх-тёх-тёх-тёх Нитра! Ох, спалился! Порост, порост! Просто погибает! Оп, это ещё и минус пять от Нитра! Он, зашедший с Калашом сзади на банане! просто забирает всю команду в Солянова? Что? О-ма-гад. Просто что? То есть это изначально выход на размен. Теряют юспик, нитро дает минус. Дальше он из того же коннектора заходит двоим за спину, дает два минуса. Тимаэта погибает и клатч один в два. Это было богоподобно. Я думаю, что это пойдет точно на демке Мувики в исполнении, потому что это эйс на экономическом попастье. Это экономический раунд. Какая жесть вообще, нитро Канелос. Ой, как плотненько, скажу я вам. Ой, как хорошо. Ну это да. Такое нельзя угадать вообще никак. Ну то есть, как это вообще можно угадать, что такое происходит не в жизни? Да сложно. В интерпассе на флай находится пока что команда Ликвид. Неожиданный раунд. Правда, действительно неожиданный. Форест находит Джонатана, что-то или же здесь не разобрался. Нитро, правда, ответил по оппоненту на флай, продолжил. Форест все-таки ответил. И Хит Маркович проверяет, что там происходит вообще в интерпассах и не поджимает ли его сзади. Но вроде не поджимают. Дядя Форест на самом деле действительно отлично играет в последнее время. Претензий к нему просто минимум. Это, тут я поддержу 100%. Форест, что на нюке, тащил очень жестко против коллектива NRG. что здесь. Хаешка, но не такая пробивная, как могло показаться. Деннису отняла буквально пару хп и коллектив NAP готов выходить уже на базу B. Полетела флешка. Стюит ОК на девятке. И как раз-таки он теряет небольшой тайминг, потому что все игроки и атаки пошли через зигзаг. Он этого не знает. Пошли дальше. Не идет по стрельбе у Стюит ОК. Чуть не забирает Гетрайта, но Кристофер Лисун живет. А вот зачем поставляется Форест, тоже не особо понятно. Согласен. Гетрайт. Пока что на рампе. Каналов пытается работать. Все-таки Деннис находит голову Стюит ОК, под очень острым углом, находясь на песочках, на флайт-твист в ретейке. Но это клеща. Деннису очень тяжело играть против двоих. Он в итоге не играет Nitro. Ник Канелло здесь сделал все-таки один фраг. Но ему и хватило айса в прошлом раунде. И команда его доделала все, что не по зимой было доделать. В итоге ситуация состоит в том, что у NIP вообще-то в целом довольно тяжелая экономическая ситуация. Да. Правда сейчас мы видим то, что вот 5 тысяч, типа 4. Ну то есть это вот тот момент, да, что один, например, фулбайт на все деньги, допустим. Остальные вот на 4 это типа второй армор плюс коллаж, допустим. Или первый плюс куча гранат, или второй армор плюс коллаж плюс смог на 300 баксов ровно, да, на 4 тысячи ты влетаешь как раз. В итоге немножко они решили все-таки посохранять денег и играть под один девайс. Но если Данис погибает, то есть кому-то брать у Фореста и Гетрайта по второму армору. Соответственно, это может зарешать очень даже нехило. И Лич основа агрессия на фонтан была, правда минимальная. Не пошел дальше, посмотрел первоначальное передвижение NIP, ну и теперь NIP уже в большинстве под базой B, занимает воду. Есть игроки в коннекторе. Хотя нет, перемещаются вроде по всей карте, потому что боятся поджимов. Неужели настолько Team Liquid запугали своими поджимами коллектив NIP, что они уже сейчас... Запугали. Ну в смысле это вообще жесть какая-то, когда нитро вас разносит 1 в 5. Просто поджимы в каждом раунде. Ну вот это как раз та самая широкая защита от Liquid. Я причем на нее ругался, если что. То есть когда они широко стояли, и NIP их уже ловили. Ну то есть так было. А смотри сейчас, когда они понимают, что у NIP вероятнее всего экономический раунд, они играют очень закрыто. То есть они не поджимают, они не делают подобных мувов и соответственно NIP не понимают. Они вроде ждут поджимов, никого не находятся. А поджимов нет. Да, да, да. Что делать-то? Ребята стоят, B, Upland, все в порядке 3-2 человека. То есть все по стандартам, по дефолту совершенно пассивная приемка. И причем еще и под свои молики плюс флешки. Мы видим то, что молики все еще есть. Деннис палит свою позицию. Самое важное то, что палит свою позицию. Теперь я лишь понимаю, что там... И коллаж палит. Там есть, да, ну то, что коллаж, соответственно. Там есть все-таки кто-то. Под B-Plant, возможно, будут перетекать ребята из команды NIP. У меня, правда, до сих пор вопросы. То есть бомба где-то под B. А, или еще и находит лекарь, ясно, понятно. Но в итоге сплит на B. А какие еще варианты? А здесь Tewitt окей. По стандартам Tewitt вырвает. Твист работает по теннису. Последний рез. До свидания, рез. Надо что-то в щелочку между досками. Твист там реза находит голову. Жесть какая-то. 8-2. Ну и снова девайс на раунд для коллектива NIP. 5 тысяч имеются практически у каждого шведа. Но вот за то, что Деннис закупал калашников, который не смог сыграть в прошлом раунде, придется бегать с раскидкой, втремармором, каким-то недефолтным пестиком. Ну, вполне возможно, этого хватит, поскольку Forest и Res. Мы отмечали их на протяжении и Чележерстадии, и в прошлый матч. Следующий Юмпик тоже на руках у Лекра и Галил. То есть вроде бы сэвили, но что-то очень непонятно. Решили сыграть снова в пользу раскидки. Полетели первые птенчики. Хаешка. Лекра успевает противоваться немного влево и, соответственно, спасает свою жизнь. Ничего, Хаешки попадает по Деннису, но, как мы видим, дэмэджа пока не хватает, чтобы убить игроков как кого-нибудь. Хотя бы кого-нибудь. Не, Найпи пока что стоят при подходах к Б-планту на данный момент времени. Все банки есть, все в порядке. Готовы раскидывать банки. И на потенциальные, опять же, засады команды Ликвид, на подсадки и так далее. Литвист на Малак пока что. На флай отлетает отрезок. Сюйтеки отвечает по резу. Это все на Б-планте происходит. Дорогие друзья, сюйтеки все-таки не был прочекан командой Найпи. Но есть большинство с разменами команды Найпи. Ставят бомбу. И, кстати, вот вообще-то с учетом позиций и живой силы есть варианты, что третий раунд все-таки не по себе возьмут. Да, да, к тому же еще смок есть. Две флешки. Можно через них открыться и попробовать разыграть. Но, по-моему, Ликвид хотят идти выбивать данную бомбу, что вполне себе очень даже может окупиться взятым девятым раундом. Выход и пересылки. Гитрайт лишает жизни Нитро. Элитш находит размен по Форесту. Но теперь уже, понятное дело, нужно сейвить, потому что нужно давать рок-стюйт-уке. Нужно как-то Нитро обеспечить возможность. Гитрайт ошибается. Бесплатно мы просто человека забрал. Здесь команда НИП. Еще я их заставил. Да, Гитрайт должен выживать. У него будет все в порядке. Уходит дальше, чем в закатушке. Получает 2 хп от взрыва бомбы. Минус 2 хп в смысле. Это как раз край второго круга, как я понимаю, не фатального. Прямо на самом краю. Оказывается, даже и там еще задевает внезапно. Но все это ладно. Это все микромоменты и лирика. И пока что НИП... Ну, это называется на английском языке tough times. Очень тяжело прям играть против Ликвид. Дичайше тяжело. Американцы плюс-минус жмакают, как хотят. То есть, да, они все еще люди. Как мы видим, они могут такие раунды проигрывать, как сейчас. Но пока тут 8-3 счет. Чуть ли не тройное преимущество в счете за командой Ликвид. Нам тяжеловато. Нужно НИПАМ, конечно, брать себе четвертый раунд и конкретно сейчас. НИТР немного не попадает в туалеты. Бывает, флажками. Не видно, как это работает. Ну и сейчас тут прострелы. Не упускает возможности. Пострелять Гетерайт. Все, от него ничего-то вообще не идет. На Нюке еще более-менее справлялся. А сейчас два фрага. А два человека здесь на него выходило. Гетер еще убивал бы одного. Да все равно два фрага у него за 11 раундов. Это немного. Слушай, ну да, да, согласен. Ладно, хорошо. Ты тут полностью прав. Да, 2-0-11. Что-то грустная какая-то история. Соглашусь с тобой абсолютно полностью. Совсем все очень плохо. Обычно Кристофера мы не привыкли таким видеть. Да, он не керри команды, но у него совершенно другая роль в коллективе НИП. Но два это совсем мало. Вот если бы хотя бы пятерочка, может быть раундов было бы пять, а у команды Ликвид шесть. Почему нет? Ключевые фраги тоже очень сильно решают. Но это неторопливая игра от НИП и в этом раунде. Как мы видим, четыре выживших галил. Какая-то еще раскидка тоже присутствует, но нужно бороться. Нужно бороться НИП за данный раунд, попробовать задавить, передавить, выдавить оборону команды Ликвид и перевести все это дело возможно на 8-5, а пятерочка-то уже как минимум хороший результат. А потом опять же защита. Нитро видел тень. А-а-а, как ты промахнулся-то. Трест в итоге забирает Нитро совершенно спокойно, а так бы Нитро мог бы даже отвечать, может быть. Некоторые проблемы у команды Ликвид. Видимо, пересадка под банк, как я понимаю. Возможно, едва человека под банк. Ставится бомба и лишь пытается выходить. Шумят, конечно, ребята. Все-таки Ильич справляется с Форестом. А как насчет дефолта? На флай вместе с Элиджем. Это основная ударная сила на данный момент времени. Остальные вроде плюс-минус подходят. И попытка ретейка от команды Ликвид. Смок на бомбу. Есть, даже два смока легло. И теперь нужно Денис отрабатывать. Минус от Реза. Еще и можно попробовать забрать листа. Это 1 в 3 для Элиджа. Элиджа совсем больно. Погибает от Эликро. 8-4. Команда Ликвид отдает. Ну, не то чтобы супер важный раунд, но если бы забирались сейчас, то это, возможно, даже девятка. Ну, 100% была бы девятка, а то, может быть, еще и десятка. Если бы форсили на IP, то могла бы закончиться с разрывным счетом каким-нибудь 12-3. Да, соглашусь с тобой. Пока к нитровопросы. С точки зрения выстрела СВП. То есть видел тень. Была полностью информация. И там где-то расстояние юнитов 350-400. То есть по-нашему это метров 5, наверное, да? Ну, грубо говоря. То есть это впритык буквально СВП. Ты просто в тушку кладешь, выстрел. И у тебя все получается. Но, видимо, вопросы. Видимо, прям совсем вопросы. То есть он отлетает, его забирает Рез. Сейчас в итоге как бы туда-сюда перетякает команда Liquid. Причем постарались. То есть они еще и по стельбе почти что вытащили, да? В какой-то момент времени ребята из команды Liquid. И у них не получалось. Вот такие вот, на таких микромоментах NIP реально влетают. Они не прощают. Они стараются не прощать. Мы видим, что у них получается более-менее. Да. Ну, и тут Стюэта Кей с Зевсом. По-моему, прогулялся по Молотову, чтобы занять какую-то интересную точку. Но к нему гость никто не идет. Скопление под базой B. От всех краков Glissiva Liquid пытаются угадать. У нас больше ничего не остается. По 250-х два. Зевс, я так понимаю, играет в упоре. Ну и три Юспика, конечно, боли много не нанесут. Хотя мы видели похожие ситуации. Только там было четыре Юспа и Чешка, который раунд то ли потащили, то ли очень близко. Не срабатывает Зевс. И только Митфак дается от НАПА. Есть возможность потерять абсолютно всех. Нитро последний. С Юспом, 1900 на руках. Еще бы три сотеньки нафармить. И все-таки он скрывается за Хеллпой. Погибает последний игрок команды Ninjas and Pyjamas. Еще становится 8-5. В ней на IP. В принципе, более-менее, как мы видим, берут, скажем так, некоторый стандартный вариант для атаки. Да, то есть пятерку взяли. Есть всегда варианты добрать еще коэффициенты от нашего партнера при матче. 1,2 на Liquid. 2,4,2 на NIP. Притом, что пятерка за NIP уже есть в атаке. Причем, что пятерка за NIP уже есть в атаке раз. Причем, что, судя по тенденциям, Liquid немножко подотпускают ситуацию два. Не обязательно сейчас так будет. То есть, может, они раунд возьмут. Не проблема. То есть, окей, мы посмотрим вместе с вами, дорогие друзья. Но вопросы, вопросы по поводу коэффициентов от париматча. Будем смотреть. Вот он, упавший стул. Который тревожит и будоражит наше с тобой воображение. Как говорится, метаморфичен этот стул. Что он скрывает? Это упавшие NIP или все-таки Team League? Это знаем, конечно же, под конец карты. Стюи в опорной позиции на бочках. Молик под него не летит. А, зато открывающийся Молик летит по команду. И NIP при выходе с Монстр. Твист. Твист. Малых пытается работать все-таки. Песочки здесь включаются. Нав также забирает оппонента. У ребят из команды Липп пока что вроде все в порядке. Твист. Очень-очень-очень рискует здесь выходя в смог. Не, он ждет. Погибает также Рес. Сгорает Твист. Нав наказывает Гетрайта. Пошла перестрелка. Форес последний. Патрик такой подышать может, но не против Элиджа. Тем более троих ребят. Хотя начало было за командой NIP не пробрались на плен. Но очень долго насуетились и не понимали, как им действовать в данной конкретной ситуации. Как им нужно сейчас с этой бомбой распетлять. Их по факту просто перестреляли. Молика на бомбу... О, молика на бомбу. Не, молика на бомбу это хорошая тема. Не, 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 подождите. Да, это хорошая тема. Все уже. Видимо, головушка после игры Na'Vi поехала. Мой балкон течет, дорогие друзья. Надо починить. Молика под бочки не было. Раз. Что там еще? Трех флешек. Двух-трех. В зависимости от... Они не пытались играть против позиции защиты. То есть они никого не отправили на воду. Где находился Твист, они не пошли. Они получили кучу флешек в лицо. И, соответственно, не смогли сыграть под это действие. Они просто стояли заперты за смоками в полном блайнде. Не понимали, что происходит. Там прилетает молотов. Начинает по тебе шить. И, ну, просто потеря в пространстве. Ну, если честно, большие вопросы по поводу атаки для команды Na'Vi. Аналитика разберется, конечно. Это у нас 14-й раунд, получается, был. Не, ну, понятно, что большие вопросы. В смысле, стандартный какой-то такой вот хэ-хэ, мы с монстром рожби делаем и сливаемся. Да, то есть, ну, не совсем хотелось бы это Na'Vi, наверное, это видеть. Ну, если честно, по ощущениям, получилось как-то так. Сью-Токей в открытой позиции, напорной позиции на каналах. Она хороша тем, что реально Сауга здесь можно прям три человека в щи убирать. Не проблема. Но ты отсюда живым не уходишь. Да. Ну, и Сью-Токей не особо боится. Получает флешку в лицо. Должен погибать от игроков команды Na'Vi. Денис находит размен. Есть также твист на планче за колонной. Очень больно игрокам атаки. Чуть не отъезжает Лекра. И Гитрайт там 2,9 хп. Рест убирает Лекра. Зачем? Ну, 9 хп же у твоего было. Ну, можно же было немножко аккуратнее стрелять. Или хотя бы Лекра, наверное, и не лезть под прицел своего же товарища. В итоге ситуация 4 в 3 превращается в 3 в 3. И Гитрайт с двумя хп. Не совсем Team Liquid. Должны быть в курсе, возможно, об этом. Гитрайт, кстати, Джонатан Яблановский закрывает. Который выходил на катушке. Он стрелял с болота через шорт. Рест закрывает также Ника Канелло. Он же Нитро. И остается на флай. И вот у Кита Марковича большую проблему. Судя по всему, у него ничего не получается. Однако, даже с Team Kill'ом команда Инайпи справляется со своими оппонентами здесь. Да, но мы по-прежнему видим Гитрайта, который не в строю. Остальные тимметы подтянулись. И Лекра, и Рез, и Деннис. Мы видим 11 на 9 идет. Хотя мы не так часто видим Денниса в таких вот убойных позициях. С таким количеством фрагов обычно идет где-то наравне либо с Лекра, либо с Гитрайтом. Но не хватило Реза. В первой половине могло бы быть, наверное, побольше фрагов. Хотя вот в окончании этой половины как раз таки от него зависело многое. Именно он пошел тащить. Мне кажется, под позицию Нотана лишь как раз... Да, нитро в этот момент просто срочный. Вот этот эйс, это просто жесть. Серьезно, это просто жесть вообще. Пам, здорово. Но этот фраг был, конечно, срочный. От него сумасшедший. Тут у нас продолжение. И доедает еще оппонента. Выходит, понимает, где он находится. Вот теперь понимает, когда Форест там стрелялся. И просто забирает. И такой, воу! Он, по-моему, проектик снял, да? Если не ошибаюсь. А, может быть, кстати. Может быть. Позиция открытая на решетках и на каналах. Вот опорная. Большой вопрос у меня вызывает, если под тебя не играет твой товарищ с деревяхи ближайшей. То есть ты стоишь на каналах. Представим, визуализируем эту историю. Ты вот далеко. Типа монстр перед тобой. Вот она труба. И вот этот вот человек, который в упоре здесь, около трубы. Который, точнее, вот здесь. Вот она труба, типа. Вот вбегают. Ты стреляешь. И ему бы выходить, тебе помочь. Потому что ты умираешь на каналах. Там можно делать вот эко-кобру. Включать, типа, минус 4 с ауга, да? По пистолетам. Но когда на себя выходят ребята с флешками, с нормальными девайсами, ты либо там бог стрельбы, либо ты увернулся от флешки, и тебе как-то повезло. Ну, в смысле, только на тайминг. Ну, спрей пошел по... Либо ты стреляешь просто сквозь флешку, прямо так вот в проход стреляешь, и молишься, чтобы ты забрал минус 3. Троих, например... Ну, в общем, обсуждаемый момент. Каждый раз, когда вижу эту позицию, каждый раз вот очень сложно ее любить. В смысле, вот в сердце любить. То есть она клевая. Ты видишь монстр насквозь. Ну, черт возьми. Каждый раз отлетает там этот опорник, и получается как-то глупо. Не знаю. То есть она, в принципе, существует в этом мире, эта позиция. Да, ее люди используют. Но не. Мне не очень нравится. Ну, она по-всякому играется. И, честно говоря, мы от NAP не увидели какие-то клевых раундов. Типа раскид полный B-планта. С маком на девятку, с моликами в позиции. То есть полной раскидки. У них не особо денег-то было. Начало половины было. Они каждый раунд закупали, закупали, закупали. Там был либо один молик вообще на команду, либо два максимум. И они пытались их потратить либо для фейка, либо для какой-то одной позиции. Выход NAP еще на B-планте. Большие вопросы. Без моликов, без флешек. Вот это все через монстр. Это вот как раз, наверное, под эту позицию бы сыграть Тьюит Окей. И он бы там минус 4, минус 5, наверное, все бы собрал. Но, в общем, обсуждаемый момент. Аналитика, наверное, разберется в этом плане. Но хочется сказать то, что половина вообще достаточно близкая. То есть это не Ликвид 12-3. Прям 9-6. Вообще я ждал, что будет подобная какая-то неразбериха. Типа 12-3. Но мы видим, что из-за ошибок некоторых игроков команды Ликвид все же NAP смогли нащупать ту самую слабую точку, возможно, в каком-то конкретном раунде и наказать. Но микромоменты не отпускают. Это заметно. То есть вот чуть-чуть буквально ошибаются команды Ликвид хотя бы в чем-то. И NAP сразу надавливают на слабое место и пушат как бы плент до упора. То есть вот прям так и происходит. Чувствуют, что ага, здесь вот так, окей, мы пушим вот этого, добиваем этого и прям всем скопом, например, новый плент. И с нами уже не справляются. Мы ставим бомбу, сейв, например, остатков команды Ликвид. Такой момент. Но видишь, что-то еще, если бы не тот раунд от Нитра, который он взял с Эйсом, вполне возможно, они бы еще побольше набрали. Согласен. То есть ту же самую семерочку-восьмерочку оформить и забрать половину за атаку, это было бы прямо очень круто. А то и все девятку в свою сторону. Да, почему нет? Ну, вполне возможно, что тот один раунд как раз-таки команду NAP и подкосил. К сожалению, действительно могли раньше вернуться, да и вполне возможно на больше. Хотя, если бы этот раунд не взяли, игра бы пошла совершенно другим путем, поэтому там уже никак не угадать. Вторая пистолетка, дорогие друзья, на атаке команды Ликвид. В два саппорта. Вру. Вообще-то даже в три, но вот виста там есть остаточные деньги. То есть он сохранил свои деньги. То есть все-таки в два и три не тратил, как я вижу, если я правильно понимаю. Да, 800 долларов у него. Может быть забыло, может быть какая-то план Капкан. План Капкан, вероятно. То есть два саппорта и одного не тратящего деньги на пистолетке от команды Ликвид. Почти никогда. Ну это, знаешь, возможность, наверное, какого-то подсоева. Типа ты ставишь бомбу, раунд проигрываешь, и у тебя есть... На коллаж. Да, на коллаж, армор и все подобные штуки. Нитро. Находит фраг Порезо. Денис встречает минусом по Элитжу. Тут же отъезжает Денис в размен. Форест 2 хп. Едифюзский, ты нет смока. Мы видим, куда... Точнее Гитрайт видит, куда ушла команда Ликвид. Смотри, смотри, убежали. Убежали все на бананы, на лонг. Гитрайт пытается пройтись по оппоненту, у него не получается. И теперь попробуйте выбивать оппонентов. Смоката у вас нет, только дефюз киты. То есть как-то телами прикрывать. Это, кстати, нормальная история. То есть один он прикрывает, второй дебюзит. Лекро пытается прикрывать. И за всех тел дефюзит... О, это дефюз бомбы! Они прикрыли, это получилось. Вот эта идея, о которой только что рассказывал, у них просто получилось это сделать. Лекро затанчил весь урон. У него осталось 4 хп, черт возьми. 4! Ну это прям действительно... Ну Ликвид, ну вы же в курсе. И танк. Ну если вот смок не летит на бомбу, вы же в курсе, что один из реально нормальных дефолтных вариантов это типа закрывать телами, когда человек дефюзит с пастителями за пузами. 4 в 2,5. Что? А, ну вот, о чем я и говорил. Твист не покупал, хватает на один девайс. Калат, это нормально. Он купил себе Диггл первоармор и в целом имеет неплохие перспективы на то, чтобы убивать. Как вот неаккуратно от команды Ликвид. Просто неаккуратно. Да. Очень и очень неаккуратно. Но по-прежнему и шанс для НАФа. Маркович тут может раздать. Правда погибает с 2-2-кейт. Там не было никакого девайса и армора тоже не было. Поэтому потеря не такая критичная. У Гетрайта, крокодил понимает, что он не попадает на патроны из обычных девайсов. Нужно брать дробь. Может быть поможет Христофер Олисон дуэта. Тем более в большинстве ребята из команды Найпирас. Понятно то, что Ликвид судя по всему попробует пройтись на Б, но с одним самокоматной флешкой на Б проходится. А какие варианты? Ну, смотрим, как Лекра с Аугом расщеперивает людей просто. Он вредит тень. Он вредит тень, все в порядке. Что? Что? Стоп, 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 стоп. Это не должно было вроде как бы закончиться так. Нет, почему? Один войдет на тень, второй просто в предыдущую НАФ добивает человека и Форест и только сейчас размен. Тут же полетели на минусы от команды Ликвид и Гетрайт с дробовиком один сюда. Минус один и лишь остается последний от эксемочки бы спастись и лишь плюшка по Гетрайту и все-таки Рьез справляется с оппонентом. Надо калаш найти. Какой-нибудь девайс. Калаш найти, не видит калаш. Где калаш? Ладно, буду дефюзить, а там дальше разберемся. Калашников, а где у нас погиб? Калашников, он погиб возле монстра. Это был НАФ, которого забрали, но НАФ дает два минуса, выбивает... Ну, и мы сказали, уже он пошел. Да, там все уже есть калашников, но это все равно минус четыре от Team Liquid имеет только один полноценный девайс и Deagle и оно получается. Кстати, смотри, как по экономике совпало. Ты увидел, что сейчас получается? Нет, по коэффициентам от нашего партнера Primatch тут 1.6, 2.25, да, тут уже немножко интереснее все. Все равно вера у Primatch есть в Liquid и она неспроста, но НИПы на Legendary Stage морально волевые штуки показывают. Я уже в аналитике сегодня об этом говорил, что с этим надо считаться. Это раз. Во-вторых, показывают умнички. смотри по баю. Какая интересная штуковина. От Liquid если еще немножко пострелять. Вообще можно. Это бай. То есть они купили лишний калах и это еще и бай. Но при условии, что ты стреляешь. Кстати, пока я тут объяснял, что-то разваливают лица у команды Liquid. Но как-то да, с заходом на Аплэн пока не получается. Гетрайт и Деннис замыкают еще по одному человеку, лишь последний и не получается ничего молодого. Американца 9-9. Вот она защита от NAP, которая пока что карает, как это делали сами Liquid, что у них получалось за диффенс отрабатывать, как мы видим, хорошо, но не в окончании первой половины. Все-таки шестерочку они шведам отдали. Теперь можно закрасить стены и написать там NAP, go-go, ниди в пижамах. Go-nip. Да. Как обычно. Хорошая экономическая идея от Liquid. Такая прямо вот сочная tier 1 уровня. Вот прям вот то, что надо. То, чего мне в челленджерах не хватало каких-нибудь. И слитый раунд от Liquid. То есть, если бы это зашло, было бы еще интереснее как бы подкрепленнее, но вот не получилось. Здесь у жидких коней. Соответственно, экономический раунд с недопокными пистолетами от команды Liquid будут стараться. Против девайсов работают. Но у них других вариантов нет. Да, атака не простая сторона карта оверпаст, но всегда есть обрешение. Сегодня такие показывали, например, Авангар. За атаку они оформили небольшой камбэк, но потом, конечно же, немножечко против Liquid не повезло. Теперь же посмотрим, как сами Liquid будут выкручиваться из такого положения, когда нужно будет в атаке пытаться тащить когда-то даешь 4 раунда подряд. Китрайт по таймингу выходит, замечает стюйтукей, сразу же моментальный хэршот Сауга. Пошли дальше, пытаются пробовать Liquid зайти на базу А, но не пропускает наф одного. Твист дает размен и пытается рез задефать базу А. Это получается только против одного и уже Лекра может отъехать. Лекра промахивается. А как так-то? Бомба поставлена, хотя понятно, что известно по дифту Илижа он не будет здесь выживать, но Нитро остается один. Ай-яй-яй-яй-яй, опасная ситуация. Для Нитро здесь кто погибнет? Наверное, нет? Гитрайт его находит, Гитрайт его должен добивать. Гитрайт его добивает, бомба из Дефьюжена. Команда ИНП уходит вперед. Да. На карте Деверпасс, однако, в матчапе против команды Liquid. Ну, знаете ли, деньги-то есть. Понятно, рез, что-то там погиб, что-то случилось. Но подождем пока что. Возможно, какая-то пауза здесь будет. Ну, может быть, какие-то, знаешь, проблемы с мышкой, стандартные вещи. Может быть, что-то летело, может быть, что-то подлагивает, поэтому нужно вызывать медика будет по-любому, потому что он все-таки вышел из игры, у него сейчас 800 долларов, хотя должно быть на порядок больше. Но, сейчас мы видим то самое, когда НИП, ну да, НИП позволили опять же Ликвидом сбежать на плент, и сейчас они находятся в том самом положении, когда вроде бы ты выигрываешь 4 раунда подряд, но у оппонента есть деньги, есть даже деньги на то, чтобы закупиться в случае поражения в следующем раунде. Из такого НИПы сами пытались вылезти, у них не получалось поначалу, но в какой-то конкретный момент они все-таки перебороли себя, взяли первый раунд, потом через еще парочку еще один, и вот нужно просто пережить то самое. То есть, фактически, у них самих денег-то б-б-б-б-б-ба, но на ба еще будет случай поражения. Нет, деньги есть, но так вот экономика сложилась, то, что там по 6 тысяч ребятам насыпало, конечно. С другой стороны, по раундам совсем не хватает. Команде Ликвид мы видим то, что НИП продолжают не прощать вообще никак, и работают по фокус-файру, и работают с точки зрения позиционного преимущества, то есть, они его не отдают, они его сами не забывают. Не забивают, кстати, важный момент. Ну, то есть, по сути, дважды не отдают и не ленятся. Вот по поводу выхода на Б в атаке ленятся, это да, а вот на второй половине приятненько от команды НИП. И в данном случае, с учетом меты по ДАУГе и уже собранной статистики, то, что процентаж побед на половине КТ вообще-то поднялся на всех картах, кроме ДКШ, разве что, плюс-минус, из-за АУГов как раз, да, то есть, в опорных позициях эти девайсы слишком сильны, наверное, слишком лазерный прицел получается, то есть, отдачи нет, ничего нет, ты прямо по головам стреляешь, тык-тык-тык, или прямо спрейить, то же самое получается, если еще и контролить иметь еще лучше, так как не нужно вантапать, просто шьешь и шьешь. И поэтому вот на оверпасс это та карта, которая пала жертвой, если честно, тоже этого мета-шифта под АУГе. Это означает, как минимум, что ликвидам будет вообще ни разу не просто сейчас. Ну вот, мы видим уже от Элиджа закупленную СГшку, то есть, он будет отвечать этим АУшкам, которых сейчас пока два, но я так понимаю, что Рес и Денис могут позволить себе подобные вещи, пока АВика не намечается в защите, хотя, не знаю, может быть, Трес возьмет снайперскую винтовку себе, потому что Форест уже с Калашом, хотя могут свапниться с Брезом и играть свои дефолтные роли, хотя я, опять же, не вижу причин для того, чтобы не сыграть вот в эти самые четыре АУГа и один Калашников. Это да. Ну, пока ждем. Team Liquid есть на самом деле время именно подумать. Не общаться нельзя ни в коем случае подумать. Отдохнуть чуть-чуть. Не то, что отдохнуть, прям совсем расслабиться, просто вот сбросить вот этот груз, потому что в микромоментах действительно очень часто стали ошибаться, НИПы стали прям совсем не прощать. Вот под конец второй половины, а первое, прошу прощения, и в начале второй. То есть для Team Liquid какие-то тут совсем засадные засады получаются, опять же, являются фаворитами. По факту, с точки зрения нашего партнера при матче являются безоговорочными фаворитами, с точки зрения, в принципе, всех параметров, которые могут сходиться в голове, с точки зрения, кто вообще может выигрывать и с каким счетом являются фаворитами так же. То есть с этим очень сложно именно вообще спорить, в принципе, я имею в виду. Очень сложно как-то поставлять, не, типа, НИП здесь фаворит, и не, вот, нет, нет, то есть вообще никак нет. Но мало было людей, которые могли на серьезе поверить в то, что НИП... Ладно, это Best of 1. Тут шансы есть и все. Best of 1, да. И как уже говорил Киашима, 50 на 50 у каждой пары на встрече. Поэтому, да, это не касается тех команд, которые ушли далеко вниз по ЭЛО-системе, и которые могли бы в теории выступать против коллектива Астралис и Лигитайна, так и получилось. И у них ничего не получилось, как мы видим. Астралис проехались по одним, 16-5, по вторым 16-0, и система пока себя оправдывает полностью. Ликвиды, да, им попался оппонент посерьезнее. Хотя вроде бы авангары, получается, были на 15-м месте, а Ликвиды на втором. И вот такая разница, да, первое 16-е, второе 15-е. И вот колоссальная разница команды. с первого, в смысле, место с конца верхнего, с конца нижнего, оно сходится вместе, собственно, в центр. И там будут матчапы с плюс-минус равными командами по ЭЛО чуть позже. Вот что тоже важно понимать. То есть мы в итоге к этому придем как раз на счетах 2-2, когда какая-то из команд будет отлетать, а какая-то сразу проходить на последних как раз днях Legendary Stage. Ну да, примерно так и получается. Ну вот по поводу команды NIP. Вот еще раз, да, в аналитике говорил, сейчас бы добавил дополнительно, пока есть время плюс-минус это сказать. Старый стак команды NIP. Ура! Скоро начнем, судя по всему. Старый стак команды NIP очень сильно рад попасть в Legendary Stage. И мало того, что они сами, в принципе, легенда. И выходит так, то что они сейчас чувствуют себя в своей тарелке. Видимо, им нужен был турнир такого уровня в этой стадии. Они играют совсем иначе, чем они играют в онлайне, например, каком-нибудь месяца 3 назад. Это заметно. Они механически лучше работают, то есть это мувмент, это стильбай, это тайминги, это все остальное. И тактически, стратегически лучше работают, но иногда ленятся, да, очень странные какие-то дурацкие совершенно раунды получают в своей NIP. Но! Мы продолжаем, дорогие друзья. И мы видим снайперскую винтов все-таки от Денниса. Не знаю, насколько это правильное решение именно Деннису отдавать. Нечасто мы видим Денниса в данном Пла, именно как снайперскую винтовку, но если решили NIP, значит, какие-то заготовочки у них все-таки имеются. СК-4 Калаша не стали выдумывать на велосипед Liquid'а и просто будут практически в дефолте все это реализовать. Нет снайперской винтовки, но мы знаем, как команда Liquid вообще настроена по поводу AVP, тем более в атаке, то, что не могут играть вообще без AVC, но если потребуется, могут сыграть практически в действии, таки играть с AVP. Нитро. В целом, штатный снайпер коллектива Liquid, если его так можно позвать, и Лич там нет-нет доберет, ну и твист савиком тоже показывал интересные фраг-муви. Слушай, но Liquid'а очень-очень закрыто в атаке играет, то есть мы видим, что буквально минута, наверное, прошла с начала раунда, а Liquid'а все еще где-то пода, под киндершпиль-платом, под фонтаном, бомба, ток сейчас перетекает в потенциально туалеты, возможно, опять же, чуть дальше, да, там на лангейн на банан есть, кстати говоря, один из поджимающих команды NIP, но и один другой позиции, рез, ой-ой, что по стрельбе здесь, очень серьезно все, и второго туда же, потому что, еще раз, мы видели, что сейчас происходит, Деннис еще третьего, минусует, это было уже на банане сделано, бомба потеряна, против реза, я не знаю как, да, добивает, просто добивает реза уже теми силами, которые есть, но команда Liquid'а большие проблемы, с точки зрения тенденции того, что сейчас происходит, просто гигантские проблемища, это надо ставить паузы, это надо общаться, иначе они отсюда не вырулят, серьезно, NIP могут здесь выигрывать, более чем согласен, один страунд для коллектива NIP, по пиккему мы видим разрыв тоже довольно огромный, 19% за NIP, 81% за коллективом Liquid, я лично сам Liquid ставил на 3-0, то же самое, да, но никто, ну ладно, не то чтобы никто, кто-то по-любому ставил на коллектив NIP 3-0, такие, я думаю, люди есть, но их единицы, и по перевесу, который мы видим сейчас, все-таки, наверное, вот эти 20%, которые есть, но мы это, может быть, ставили на то, что это будет 3-0, прохватав, в целом, выход команды NIP в леджедре стадии. Так, еще один девайсный раунд от команды Team Liquid, 9-1-1, камбэчуне-то звоним, или как вообще, потому что, если честно, прям совсем никак не получается у Liquid на стороне атаки, и на второй половине, простите за каламбур, первая половина, и NIP, еще раз повторюсь, их не прощают, и что-то как-то, вот эти все ошибки от команды NIP, о которых я говорил, они даже уже не представляют важность, потому что Liquid просто проигрывают раунды. Это правда, и кто бы мог подумать, что при счете, по-моему, 8-2 за командой Liquid, мы увидим совершенно обратный счет, 9-11, да, 8-2. Посмотри, вот эту серию, сверху, да, со второй половины, первой половины, и дальше, просто в упор, NIP катают Liquid, как хотят. Как котят? Слушай, ну, вообще, я сказал, как хотят, но, может быть, может быть, и как котят, если сейчас вот этот раунд выйдет проигран, то как котят, точно, Лекров все-таки проигрывает пристелку, и вот он, Гитрайт, вот он здесь и должен был находиться, но здесь все-таки умирает Гитрайт, Форест отвечает по цвисту, и лишь разминивает Фореста, в то же самое время есть заход от команды Liquid на B-Plant, вопросы к команде NIP в два лица, есть ли смысл идти? Ну, вообще, не особо, поскольку у Реза не хватит денег на бай, да, вроде бы есть у Фореста, можно будет дропнуть, но нужно будет дропать Гитрайт, нужно будет в случае гибели Денниса еще и снайперскую винтовку либо АУК скидывать, что не совсем, наверное, интересно, но это должен быть какой-то сейв, все же, как я думаю, Рез попытается пройти дальше, невозможно, даже кого-то убьет, неплохо получается, полетели в флешке, наш находит Реза, и Деннис, последний СВП, также получает по лицу, и это 10-й раунд для Team Liquid, а вот тебе и здравствуйте. Не засейвили, деньги, правда, будут, судя по всему, насколько я вижу, команды NIP. Ну, дроп от Фореста, и... Ну, там не у всех есть прямо очень много денег, но дождь раскидают. Гетры сейчас с эксемочкой покажут. О, может быть, да. Вот эта история по поводу железок на каналах в упоре, да, там та самая мертвая позиция, да, которую, называй мертвый, потому что ты оттуда не уходишь. Гетрайт на серфе был. Вот если бы на дефолтной позиции под деревяхой, наверное, я бы сказал, что мне вот под деревяхой нравится больше. Но на серфе, например, тоже. Гетрич, правда, не перестылял, там увидели. Лески на каналах работать, мне кажется, лучше, чем как Стюйт О'Кей в Соляново там стоял и типа его просто убивают и все. И разменивать некому. В этом плане вот NIP, например, с тактической стороны реально поприятней. Но вот, например, у них здесь конкретно в этом раунде в прошлом по стрельбе у Гетрича не получилось разменять вот оппонента как раз, который на него выходил. Это правда. Ну и постепенно закупаются NIP, также думают, у них остаются две паузы в дальнейшем. Они не особо ими пользовались в первой половине. Нет, ну, две они там потратили, получается. Нет, одну потратили в первой половине и одну сейчас. У Ликвидов, по-моему, примерно тоже две паузы должны оставаться после всего этого. 10-11. Если NIP данный раунд отдают, то вполне возможно мы видим что-то вроде 12-11, потому что не хватает денег. Форест попытка пикнуть СВП в мясе, но никого там не находит. Хаешечка сейчас полетит неплохая, возможно, даже твиста прошивают. Там Лек расстается за вас. QHP его забирает на прошу прощения с Василий Свистом, полетела еще Хаешка на воду, прилетает под ноги Денниса, очень больно Деннису, очень больно. Вот эта Хаешка совсем жесткая. И две прилетали, которые были просто сумасшедшими. Одна в забочке, вторая как раз таки вот на воду, и это было, не знаю, не фрифраг с Хае. Ну, это работа здесь от команды Ликвид уже идет. Судя по всему, ребята более-менее собрались и стали уже тактически аккуратно играть. По крайней мере, это заметно, это приносит свои плоды. И по позиционной войне начинает уже NAPI постепенно переигрывать, что дарит нам на самом деле надежду на очень интересное окончание этой карты, до сих пор непонятная, в какую же, в чью же сторону. И лишь против человека, который стоит в туалетах в упоре здесь, в углу по 90, это рез, правда, это помаз. Но видел рез тень оппонента, но Нит расправляется с резом. Да, 4 в 3, 3 смака и 1 мотов для Team Liquid, только 1 флешка для NAPI, под которую можно попробовать реализовать ну, какой-то выпад, возможно, полетел смачок. Деннис стоит в горе, ждет, по тени отрабатывает минус-твист Стюит ОК. Также находит хедшотом Денниса и за плентом Get Right последняя надежда о пленте от Фореста. Форест ХП отваливается от Фореста, Стюит ОК, но Стюи успевает забрать Get Right и это один в один наф против 15 хипового Я не уверен насчет того, что он будет ставить бомбу. Будет его давить, он видел тень, все в порядке, он на флая, главное сработать правильно. Кошки-мышки. Ой-ой-ой-ой-ой! Нет, все-таки Форест не угадывает, все-таки Хит Маркович справляется. С ставиком сложно двигаться, это на основе, что много медленнее, нужно было на ноже пытаться петлять, но это не работает. АВП не взять, судя по всему, на флай стреляет под ДВП и Ешкой не чекается, насколько я могу понять. Ну, или той клавиши, которая забинжена. Интересный у нас пролет. Вот этот, кстати, оптический эффект, который вы видите на ваших экранах, дорогие друзья, называется доли-зум, если кому интересно. Ну, в качестве общего эрадиационного развития, скажем так. Ну, это такое все. Это все лирика тоже. 11-11. На данный момент счет. И мы идем дальше. Экономический раунд от команды NIP. Да, в практически голой УСП, П-2000 на руках у Лекра, нитро-чекает, будет сейчас шить через древяху, полетели. Первый раскидка. Это две флешки. Нет, одна флешка и хватает этого нитро, чтобы забрать Фореста и Реза. Тут еще хейтшоты. Лекра находится П-2000 и Лиджа. Вот это больно. Крайне больно. Да, экономический раунд по сути от команды NIP. Не, но дикл есть. То есть тут не совсем получается и фулека, скажем так, но в целом все еще экономический. 85% фулека, ладно, окей. Скажем так, но уж как есть. Денис? Ну, кстати, есть вариант поставить плюшку. Очень хорошо по прицелу держал. Думал, что по тресту сейчас зарядит. Ну, правее чуть-чуть залетает. Да-да-да, тут по голове не угадывает Денис. Лекра последний будет отлетать по 2000-й. Не получается. квадра для нитро. Ну, конечно, против файка, но все равно. Эко-кобра подключил-то. Кобра пока что лучше на карте. 20 фагов у него имеется к данной минуте. Чуть позади еще парочку тиммейтов. Да и NIP там тоже, как мы видим, не особо отстает. На защите поработали крайне бодро и за счет этого, конечно, выиграли себе кучу возможностей подфармить и почувствовать себя немного увереннее в этом ключе. Так что все даже хорошо. Галил для Твиста. То есть мы видим все-таки экономические проблемы. Тим Ликвид есть. Хотя в прошлом раунде теряют только один девайс. А Ешечка Гренадир пошел. 12-11 команда Ликвид дорогие друзья пока что впереди. Но всего лишь на один раунд. И против Аугов тоже будут бороться. С Галилом Твистом может быть не так просто. В андерпассе могут быть открывающие дуэли. Вопрос когда и будут ли. Потому что очень скромно играет что одна половина в андерпассе что вторая. То есть вот он Твист с товарищем как я понимаю. Вот они идут. А здесь их закрывает Гетрайт Рез. Это на самом деле интересная история потому что все знают все в курсе о том что здесь находятся все. С одной стороны и со второй Твист относит Литурезу Гетрайт отвечает. Один из игроков в курсе и пытается Гетрич живым хотя бы уйти с этих андерпассов но его закрывает Ильич выходя с Серов. Форрест дает размен на Стюэйтуке. Это 3 в 3. Погибает также Форрест. Это уже 2 в 3. И Лекар там сражается находит прострелом Нафа. Остается исполненный ТП. Нет особый раз. И Литш как же сейчас вылетел на свапе Девайса. Он брал в руки Калашников но рановато открылся поэтому погиб Нитра последний слышит передвижение одного из оппонентов должен закрывать Лекар Олег по-моему в курсе и прямо около головы все это близко прилетает и вот тот самый раунд на который Team Liquid опережали своего оппонента из команды НИП души не опережает Да куда-то куда-то немножко делся Абсолютно полностью 12-12 дорогие друзья Ой ну больно может быть Liquid потому что уже близится все к неужели овертаймы опять могут быть троечка Нам сегодня самые вкусные карты с тобой достались Мы же поработали в аналитике теперь можно и две карты с овертаймами Почему бы нет Спасибо большое Тайм-аут от команды Liquid Еще два остается Да Поднигам некоторые проблемы Они думают либо отпускать НИПов на 13 с большими шансами Либо форсить но у тебя будет только два полноценных девайса Либо Калашников Первый Армор для стю и такие хотя бы какая-то раскидка Твисты компания закупаются всякими теками чешками деглами и единственное кто может позволить себе побольше это Нитро Ох Горящий тут 3-0 на Liquid Ты чувствуешь? Да Тут уже не только горячий 3-0 Ну во-первых будем точно скажем так абсолютно точно не только у нас в плане вообще например у Олега и у меня Многие ставили да это неплохой такой пик на 3-0 то есть не оставались потому что мало ли вдруг оставлялись подготовиться и ну как бы взобьют там какую-нибудь одну карту все-таки команда Астралис хотя конечно шансы не то чтобы особо велик а вот как раз какие-нибудь Liquid или темные лошадки типа Mibor но за Mibor мы уже посмотрели у меня вопросов вообще нет ой посадка кстати говоря для КТ стороны просмотр болота что бы и нет пистолеты не дефолт это команда Liquid все что есть у ребят 3 флешки 1 смог сейчас есть но по факту выглядит как какой-нибудь плюс-минус быстрый выбег на Plant плюс 1 люкер типа 4 плюс 1 а могут зайти на Plant и все и там поставить бомбу ну да нет походу и будут делать 4 плюс 1 как я вижу 4 на банане и 1 человек на ланге да почему бы и нет Молтов пошел у нас как раз таки на заход от команды Liquid ну и попытка поставить бомбу 100% будет ну а дальше на выбивание должны себя показать Liquid неплохо Твис сносит голову Легра можно попробовать поработать дальше правда приходят уже два Ауга и сносят 3 тела и Форест дорабатывает всех с калаша ну хотя бы плюс бомба для Team Liquid это значит что будет побольше денег для того чтобы закупиться в следующем раунде потеряли потеряли одного бойца ну и по-моему Get Right успевает поменять наук и все вроде бы неплохо и коэффициенты уже на данный матч 1.75 на команду N.I.P. и двоечка на коллектив Liquid уже Team Liquid являются под псами данного матча под конями под конями да уже андердоги андерхорса тут знаешь 55 на 45 потому что Liquid играют в атаке и сторона намного сложнее соответственно если проигрывать сейчас в девайсный раунд данный девайсный раунд то как бы 12.15 практически и там уже шансов на камбэк за атаку немного да бывали случаи когда за атаку возвращались делали хорошие вещи и даже может быть побеждали на стороне атаки но Н.I.P. настроенный комьюнин крайне серьезный ты так думаешь ё-моё на IP запушили в прошлом раунде пистолетчиков молодцы правильно сделали на пленте я имею ввиду то есть не стали там как-то жамкаться или скромничать просто запушили и всё выдафьюзили бомбу это что касаемо прошлого раунда что касаемо этого Лекра получил ПХП немножечко здесь Лекра носится с АУГом еще 3 АУГа есть помимо Лекра у команды N.I.P. жесткий сетап если честно совсем жесткий СГшки конечно у Джонатана он любит и АУГи и СГшки в принципе именно в команде Liquid но вот с остальными четырьмя калашами граната постепенно кончает свою команду атаки атака особо-то никуда не вышла пока же нам пока нелегко Денис в подхатке получается говорят Нитро такой мук мы уже видели от Фореста да выживает еще до сих пор игрок атаки Реза ждет Реза надо прям гранатами забивать как-то перестреливать что-то еле-еле Нитро чуть ли не отъезжает но Н.Канал исправляется с оппонентом неужели 13 13 черт возьми Сьюет окей но если в итоге трайт у Кристиффер падает Лекро включается в игру Форест минус 2 2 на 3 Форест и Лекро и что-то есть у меня предположение что Н.А.П. тут так просто не уйдут если честно а времени мало у команды Ликвид однако да 20 секунд нужно выгонять товарища из-за машины и нужно как-то проходить на плент одна флешка есть и нужно а с бомбой у нас товарищ Н.А.С 10 секунд ребята 10 9 бомба ставится 4 секунды господи Иисусе Форест остается последней бомбу поставить просто из последних таймингов и все-таки Форест вот понимает то что там же бомба как бы ее как-нибудь подковырнуть вылезает его как раз забирают именно на этом эмоциональном моменте по сути я немножко скрипирую себя это очень было похоже на то как кот пытается из-под двери лапой что-то вытащить спереть типа какой-то тапок вытащить о моя кошка постоянно так делает да и просто иногда очень скучно я сам так иногда делаю а ну окей будешь моей кошкой второй нет третий нет тогда нет а ну ладно то есть тебя же личные условия не устраивает я понял вот такой ты Олешка вот такой ну сорян сорян не получилось третьего кота завести грусть и печаль вообще АВП у Денниса МК4 у Фореста Фамас у Гитрайта два дегла Лекра и Рест против Калашей будут работать из команды Ликвид у Ликвид здесь есть так называемый АП Эгент с точки зрения девайсов то есть они банально сильнее по боевой мощи но я бы на самом деле не то чтобы особо на это внимание большое уделял потому что НИП могут здесь раскалачировать это все ну вообще могут тут очень ключевая роль на Деннисе поскольку снайперская винтовка и сейчас от не попал были шансы немного пробили Фореста на четверть ХП не особо страшно с этим можно жить тем более что против тебя калаши и хэдшот не хэдшот там можно зажать и в принципе очень жестко навалять немножко ретируются Ликвиды под базу Б там двое опорников которые на шифта как мы видим смещаются на холпу и это может быть отличной реализацией позиции для Тим Ликвид хотя это 2дшечка подсадка но Фореста могут очень легко сбрить просто-напросто не оставить никаких шансов и вообще залупать забег на Б вот в спину флешка попала и флешка не удалась никак абсолютно Форест ждет грёстная история Форест понятно подсадка конечно Форест спрыгивает но подсмог на самом деле мог здесь Ликвид ворваться у них 20 секунд здесь конечно вот эти вот раунды под последние тайминги просто все-таки получается забить одного это был Джонатан Форест не получается против Твиста работать бомба все же будет поставлена не могут пока что НИП работать Стуит ОК сносит лицо Резу Ликвид пытается хоть как-то с деклом работать хотя по трассерам можно понять где находится Ликвид падает Деннис падает Ликвид get right Кристофер алисун остается последний один приработает нет нет и нет просто в лицо получает Кристофер и на этом заканчивается весь раунд ну тут уже знаешь опасная ситуация когда у тебя на руках по 2000 и ты такой типа здравствуйте мы хотим как бы камбетск и испытывать себя на прочности команду Ликвид либо отдать противнику 15 и пытаться выйти на два раунда подряд на овертаймы сложная история и тайм-аут для Ликвид что немаловажно да а потому что Ликвид не хотят отпускать НИП вообще никуда согласен вот вообще никуда но нужно придумать сейвовый раунд самый сейвовый и вообще в атаке да самый-самый лучший для того чтобы взять свой 15 причем при любом раскладе обязательно взять свой 15 сейчас и вот после этого уже думать насчет следующего раунда из команды НИП потому что варианты есть у команды Ликвид там у них еще же пауза да по-моему была в смысле еще одна есть у Ликвидов еще одна пауза есть да 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 и вот как раз еще одна пауза на последний раунд потенциально последний окей я бы так сказал да фул лайка фул лайка ну в таком случае команда Ликвид наверное не совсем много проблем взять этот 15 эхе-хе-хе-хе-хе да тяжеловато конечно ребятам из НИП включились Ликвиды в атаке и я думаю что шансы конечно есть какие-то полетели первые раскидки но и бригада команды НИП находится в большинстве на одной из позиций а это база полетели ХАЕшки полетели Смолтовы Смакина пробивает уже двоих прилетает в обратку от команды НИП правда НИС отлетает от СТУК но остается Форест и Гитрайт вдвоем еле-еле живые непонятно что с этим поделать нас ждет за краем смока да и он вряд ли будет с Гитрайта да и вообще в этом раунде НИП ничего не светит забирает голову Гитрайта Форест остается последний Патрик Линдберг пытается по Китамарковичу пройтись получается уж бан Китамарковича плюнуть плюнуть второй раз и Форест в итоге в очном противостоянии против ФНАФ открывает ему череп с пистолетом или просто легко и просто запушил вообще человека с армором с калашом Форесту абсолютно наплевать шикарный игрок из команды НИП в плане вот в этой легендарной стадии и под конец челленджеров это просто нечто боже мой Форест великолепно просто великолепно да согласен с тобой полностью но будем ждать когда же закончится в данный матч получится ли у нас посмотреть с вами еще одни вертаймы и Олег давай завози какие вопросы четверные можно я подушку себе завезу до конца до конца Форест включается все вот я забираю это Лижа на болоте около б-планта это было сделано около шарта соответственно есть опенфраг от команды НИП по поводу рефрагов для команды Ликвид вообще какие варианты у вас не получится у вас не получится ты тоже вне позиции по-моему никаких а не смотри Денниса находит окей внезапно почему-то Деннис открылся здесь под Нитро хотя позиция у него на выжидание была довольно приятная но вышло как вышло да не повезло не фартануло но это по-прежнему 4 в 4 есть АУК 2 М 2 флешки на команду НИП также есть дефюс киты и на этом пожалуй все нужно каким-то образом перестреливать врага и тогда возможно случится чудо но это не точно Гитрайт вместе с Лекра вдвоем опорники базы Бэ перетягивается с тиммейтом довольно долго поскольку один находится на лонге второй там же и ну какая-то помощь будет очень большим опозданием и как бы то ни было дорогой мой друг Евгений все может ложиться очень печально если не справляется Лекра и Гитрайт это не самый лучший Гитрайт Лекра не справляется со Стюит окей здесь АУК не сработал Кристофер Эльсун пытается сработать на малых пока что еще его закрывает смоком он вообще почти не может целять форст с толпы пока что работает Нитро проходится по форсту раз Гитрайт отвечает по абоненту на флайм но сует Гитрайта Рез остается последний один в два против Кита Марковича и Стюе будет заканчивать эту игру против Реза 13-16 какое безумное Крошилова да и пока что наши прогнозы и в большинстве в большинстве пикемов прошу прощения пока что сбывается да НИП сильно показали свою игру на карте оверпасс смогли вернуться в первой половине и дальше побороться во второй почти даже навязав ту самую победную какую-то вот даже часть где-то даже было за Ликвидов немножко страшно но какие-то ключевые браунды Ликвидов смогли перебороть это было очень похоже на то как против команды Вангар возвращались Ликвид вот после 12-9 да Ликвиды были в защите но все равно у них даже в атаке получилось совершить такие мувы что позволило ребятам не упасть с той тропинки 3-0 в которую так многие верят я думаю что по праву на вскидку по посеву пыльну воздух световым методом от фонаря Ликвид завтра встречаются или с Астралис или с Нави но там еще одна будет одна команда 2-0 по идее должны встречаться вряд ли увидятся Ликвиды и Астралис потому что первое второе место они должны играть первое с последним ну по факту по факту да но с точки зрения смысле вот этих победительных победительных вещей аналитика как вам каточка-то точно то ли отрезал за кого топили мы явно думали что будет хуже но я имею в смысле что будет одностороннее но мы вот тут у меня 2 фаната НИПов ну да 2 фаната на НИПов но я к сожалению болел за Ликвиды до самого конца вот не нравится мне как НИП мы с сосисочки с ананасами забирайте аналитику давайте работайте забрали давай переваливаем вообще на самом деле напомню что сразу после аналитики этой карты мы разыграем еще и вот такую замечательную штуку так что вы оставайтесь на эфире потому что возможно именно ваша фотография получит не я никуда не прилагаюсь я прилагаюсь к аналитике к вам замечательные друзья вы у нас хорошие парни сказали что Ликвиды выиграли но у нас есть один маленький плохиш что произошло с НИПами твоими любимыми уважаемый Герман раунд опять же ну я не скажу что он был решающим да вот от Найтра когда Эйс мы все слушаем какие вот такие вот лица сделали все задумчивые да ну ну и НИП не знаю провалились в концовке как по мне все таки ну слишком скажите это что-то с чем-то это Оля ой-ой-ой-ой ой да хорошая была первая половина на самом деле Ликвид начали так за оборону немного раскачались и да Дмитрий да да я пока напомню что играя записывая транслируя без компромиссов с игровым пока на базе НТОЛКОРа ИС-7 а ты можешь продолжить и вроде как не было никакой беды НИП вроде не особо-то и чувствовали себя хорошо за атаку делали интересные бусты там те же самые Ликвиды да и позволили себе агрессию в защите но потом включается и Форест включается и Лекра и вся эта компания начинает набирать раунды в итоге мы получаем очень плотную первую половину насчет чего НИП до самого конца сражались с Ликвидами до самого конца до самого конца мне очень понравился комментарий в чате формата я пережил допы на нави я не переживу если здесь они будут ну правда многим зрителям взяжка подобные долгие противостояния особенно в 3 часа ночи но вот мы досмотрели я супер доволен классные получается на самом деле катка 9-6 первая половина это красиво было какая пистолетка была выиграна там 4-2 хп ну вообще еле-еле и знаешь у Ликвид когда что-то не получается почему мне нравится ну почему вообще этот коллектив мне кажется в тир-2 они находят новые и новые пути решения проблем это хорошо в тир-2 в тир-2 в тир-2 вот и у них получается это если там НИПы сделали стрик из многих раундов подряд то Ликвид потом просто ответили с жестким холдом в начале простым дефолтом без всяких ошибок они очень начали играть аккуратно если вы заметили они занимают мидл допустим длина обязательно под флеш я не говорю что это стандартная тема я говорю то что Ликвид перестали допускать ошибки если это подвал то туда прилетает молик и чекается если в упоре сверху в упоре справа если это они идут банан то туда прилетает флешечка если монстр то под 3 флешки и они выходят делают минус и потом вообще ничего не делают и смотрят на 10 соперников и потом начинают разыгрывать это очень было круто они классно перестроились под соперника и то же самое они сделали с авангара они просто в том матче они круто экономили гранаты сейчас они просто круто делали дефолт я думаю это называется стиль очень аккуратно выглаженного кота ну они же меняются то есть их стиль меняется они могут играть постом и вот пожалуйста топ 2 коллектив показывает нереально хороший уровень должно ли мы переходить к аналитике фотографии вот вопрос к моему режиссеру мне хотелось бы просто добавить что и на пить действительно вот они близки постоянно к тому чтобы закрыть каточку они сегодня кое-как выиграли энерджи и видно что вроде как подход то есть и они стараются играть хорошо но против лико этого тоже не хватило вот так вот случилось грустно ваши последние слова герман еще будут или все все хорошо все хорошо но я опять же верю что команда nip выйдет опять же следующий этап вот так вот я думаю да плей-офф окей хорошо ну мы далеко заходить не будем потому что 1-1 у них все-таки есть в принципе достаточно достойный результат для первого дня есть у нас команда которая играет 0-2 ну а мы с вами напомним что мы переходим к розыгрышу как раз вот этой замечательной клавиатурки от фраг-стор лоджитековской и сейчас нам будут представлены лучшие работы за сегодняшний день давайте близ без кошек и компьютеров никита гусев опять же да пошла собачка но тут все по дефолту белая клавиатура это не по дефолту это не по дефолту человек заморочен хороший подсвет мне очень нравится подсветка у него системная это по дефолту или нет это лоджитек у тебя уже по дефолту у меня точно беспроводная мышка реально удобнее да она геймерская да удобно без проводов вжог-вжог я помню бедный студент из Турции передает привет вау Space Soldiers да к сожалению мы не можем похвастаться точнее Space Soldiers не могут похвастаться результатами и организация уже тоже не может да организация да это сутболка одного хантареса напальный человек ну хорошо теперь придется покупать новую можно просто наклеить логотип команды B.I.G. и заклеить это домашний вариант да да это тоже но в целом фотка кстати неплохая такая ничего так опа вот это вариант опять на больное ну вот ну вот ну вот а почему выкладывает Рустам а это же женская нога ну да но он свою жену сфотографировал я не знаю просто с водкой но так как будто может Рустам лежит вон там это Рустам я жду вам привет неплохо сыграно неплохо сыграно но вообще плюс реп замалова опа слушайте все тут я думаю где слипчик это изи винт чуваки тут идеальное сочетание черного соответственно желтого нави и у кота желтые глаза все это ГГ требуется сурочный эксперт на мини-слипчика ты знаешь слушай смотри какие глаза прям супер топовые да я говорю у него глаза желтые глаза Эдварда топ короче прям ну реально смотри я досматриваю это ковер на фоне это киска старый добрый ковер или это обои это киска рядом с киской на фоне розового ковра все в порядке но вопрос-то другой это на зеркало я смотрю что он на обои да а что нет-то я кстати думаю что это неплохой неплохой вариант да вот там подождите вопрос в стенку что-то врезалось это тоже где где в стенку врезалось что в стенку врезалось там такая трещина на полстены так это вдруг провод вообще не думал может быть это провод может быть на светильнике это мы можем минус минус вега минус фенстрайк опа но это бан это бан это кс рухап да вот это креатив да кстати неплохо плюс 9 а вы такого что-то подобное видели мне кажется такого еще не было но креатив это круто просто я бы выбрал бы его если бы не кот да кот на нави это конечно там просто слишком крутой этот столовой дизайн опа важное место под новый стол молоток топ и клава ну строители строители это всегда хороша да строители самая главная квартира это большой тивилизер вау ну это мощно слушайте это реально мощно у лик ты хорош это реально вэлплейт самое время нарисовать аналитику не ну погоди с котиком пока сложно бороться на самом деле хотя это тоже можно было бороться это круто когда он писал этот пост непы как раз выиграли вот может быть все-таки это тогда будет фактором непы вперед что непы выиграли тогда за никитосом вот ты ну так потому что не повыиграли толик подожди ладно ладно ооо опа неплохо в смысле не повыиграли нет это называется папа папа поиграй со мной да вот контрстрайк вот волосы вот резинки кстати тоже а у него и клавиатура от Logitech ему же не нужна по логике опа и мышка и мышка но это финальная фотография друзья короче я думаю что вы понимаете за кого мой голос ваши голоса кт нет дело не в кт дело в том что одно дело просто приложить кт у нас было много разных котов а я все-таки за Никиту который рисует неплохо за художника и я за Никиту ты за художника опа твой решающий у нас два раз два три но он хост ну нет хост и больше голоса помимо того что я хост у нас еще есть чат на самом деле Евгений Слипчик нам еще нужен окей троечку в чат за кота четверочку нет 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 троечка четверочка у меня своя у него своя фишка троечка троечка за кота четверочка за художника а у тебя сейчас запущен да ну сюда у меня кот есть а он сейчас обманет нас с тобой нет у нас там не запущен обученные люди обученные люди есть все в порядке тут реально абсолютное большинство судей потому что я вижу говорят за кота да сорян и ничем вы не понимаете за котиков очень удивительно если бы было большинство против нами да очень интересное такое мнение 7's good 7's good чувак ты сам проголосал за кота так я уволен ты мог бы проголосовать за художника он просто вас нагло обманул если вы не понимаете я об этом и говорил развел как детей они такие мы как мы проиграли все даем подарок коту коту друзья ну то есть фотография в которой есть котик и нави идеальный цветокор попадание вообще стоит в стапу вот реально ну желтые глаза желтые глаза именно так игорь наш победитель Игорь Цегер спасибо тебе большое за участие опять же напомню что это не последний день у нас будет еще очень много дней когда мы будем с вами разыгрывать всякие разные ништяки от фрагстора у нас там мышки были и все остальное наушники да на этой позитивной ноте я думаю что мы будем с вами прощаться у нас было студия аналитики первого дня на АЕМ Котовиц с вами был Кристалл Мэй и конечно же три замечательных хлопца именно Анатолий Литтл дальше у нас идет Герман Громшки и конечно же Аниш как у тебя вообще сегодня все случилось все хорошо все хорошо ты доволен сегодняшним днем очень доволен как я считаю фанаты Нипов сегодня будут ликовать хотя ну вот ликвидом залили но ничего страшного ну все хорошо ну что ж друзья всем всего доброго да? нет? да доброй ночи друзья пока пока-пока пока-пока